35 миллиардов рублей будет выделено в следующем году регионам России на капремонт многоквартирных домов и переселение из аварийного жилья. Об этом в ходе визита в Волгоград заявил руководитель госкорпорации фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цыцын. В властном центре он посетил новый жилокомплекс в Советском районе, где в рамках программы переселения из аварийных домов новые квартиры получили более 400 волгоградцев. С места событий репортаж Марии Иванченко. В гостях у Татьяны Ломакиной руководитель фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цыцын интересуется, все ли устраивает в новой квартире. А как же, отвечает Татьяна Владимировна, ведь раньше приходилось смириться с отсутствием в доме горячей воды, грибком в ванной, антисанитарией в подъезде. В аварийной хрущевке в Краснооктябрьском районе женщина прожила более 50 лет. Новое жилье Ломакины получили в рамках программы переселения из ветхого жилья. Когда увидели уютную трешку, вопрос о переезде в Советский район перед семьей не стоял. Даже не думали, что нам дадут эту квартиру. Вот мы переехали сюда в апреле, а там жили в том доме. В общем, я 51 год, а мама вообще почти 60 лет там прожила. Это на северном городке, там был аварийный дом наш. И вот нам, когда под такую программу мы попали, и просто мы не ожидали, как говорится, этого. Вот мы сюда приехали, естественно, нам здесь все очень нравится. Всего же в 2010 и 2011 годах свои жилищные условия смогут улучшить 2700 жителей региона, которые проживают в аварийных домах. Примерно столько же уже справили новоселье за время реализации в Волгоградской области программы по переселению из ветхого жилья. За два года в регион из фонда содействия реформированию ЖКХ поступило более миллиарда рублей. Практически мы выполняем сейчас объемы работ в 7-8 раз превышающие те темпы, какие у нас были до начала действия закона, до 2008 года. От новостроек к капитальному ремонту Константин Цицын ознакомился исходом реконструкции некоторых домов. Где-то она уже завершилась, где-то подходит к концу. Всего в Волгоградской области в 2010 году порядка 800 многоэтажек попали в программу капремонта. Согласно ей, львиную долю средств реконструкции жилья вкладывает государство в лице фонда содействия реформированию ЖКХ. А 5% от стоимости работы оплачивают собственники жилья. В этой двухэтажке по улице Профсоюзной в Ворошиловском районе владельцы каждой из квартир добавили на ремонт порядка 5000 рублей. Сейчас уже можно оценивать результат, докладывают руководители управляющей компании. Главные фасады у нас полностью покраска, ремонт штукатурки, покраска, полностью замена кровли, просто шиферная кровля, сейчас на фальцевую кровлю поменяли. Полностью замена у нас отопления, воды, канализации и электрики по подъезду. До конца года в Волгоградской области будут капитально отремонтированы более 500 домов. Ходом реализации у нас данной программы Константин Цицын остался доволен и при этом отметил, работу по улучшению жилищных условий граждан необходимо продолжать и в будущем. Однако 2011 год станет, вероятно, последним в деятельности фонда, а потому региональные власти должны быть готовы действовать самостоятельно, как в направлении капремонта, так и по переселению людей из аварийных домов. На следующий год запланированы определенные средства, они, конечно, уже будут не в таком большом объеме, но они будут достаточно для того, чтобы запустить необходимые механизмы, чтобы уже они начали сами работать непосредственно в регионах. Поэтому я думаю, что следующий год покажет, насколько еще надо продлевать работу фонда. Кстати, в следующем году, по словам Константина Цицына, на обе программы регионам России будет выделено 35 миллиардов рублей. При этом большая часть денег пойдет на приобретение и строительство квартир для переселения людей из аварийных домов.